Михаил Клименко – личность в городе известная и узнаваемая. Десятки ролей в театральных постановках, десятки ролей в кино. Случайная встреча с театром, которая произошла в студенческие годы, предопределила будущее и продолжает определять настоящее. Конкурс первокурсника. В общем, получается, в итоге сейчас я понимаю, что я ей написал сценарий, и поставил, и сыграл. Мы выиграли. То есть наш, так сказать, сюжет был лучше всех. И у нас была такая девочка, комсоргом очень активная, Лариса, и она начала меня пилить, сходи в театр, сходи в театр. Народный тогда был. Как раз в тот период времени Колос Михаил Фимович объявил набор актеров-актрис до 40 лет. У него были после 40. Я долго очень упирался, она месяца два меня пилила. В итоге я извеживался, думаю, ну я пойду схожу, чтобы уже человек отстал. То есть я ей говорю, что у нас по мужской линии все учителя, военные. В общем, пошел я. Попал я на репетицию новогодней сказки в ноябре. И я настолько засмотрелся на эту сказку, что я просветил всю репетицию. Уже назавтра Михаил пришел на репетицию в качестве актера. Говорят, если найти работу по душе, то работать не придется вообще. Именно так, по словам Михаила, произошло и в его жизни. Усталость накапливается, но она скорее физическая. Работа в театре продолжает доставлять удовольствие и нести удовлетворение. Илья, господи, Юлька, а я уж подумал, что опять крыса поводилась тряпку жрать. Спасибо тебе, Петя, за лесное сравнение. Мне эта профессия нравится очень. Я бы не остался в ней, если бы она не понравилась. Но мы еще за это деньги получаем. Так что получается, любимая профессиональная работа. Сын школьной учительницы и инженера вначале четко шел по стопам матери. Закончил Музырский педагогически, но затем жизнь закрутилась совсем в другом направлении. И уже сегодня, можно смело сказать, для него вся жизнь – театр. И каждая сыгранная роль, независимо от того, большая она или маленькая, важна и любима. Любая роль для меня интересна и любима, потому что я работал с хорошими режиссерами, с очень хорошими. Потому что в процессе работы ты получаешь удовольствие от нее. И если ты от нее удовольствие не получаешь, она будет хуже. Чуток. Может быть, даже намного хуже. Поэтому в процессе работы, когда ты начинаешь работать, любая роль хороша, если она тебе приносит удовольствие. А она мне приносит удовольствие. Потому что, опять же, я говорю, слава богу, мне повезло с хорошими режиссерами. Поэтому, чтобы что-то выделить, значимое или особо любимого, нет. Мне профессия нравится. Соответственно, все те роли, которые я сыграл, и еще буду играть, тоже нравятся. С 2005 года Михаил Клименко с успехом снимается в кино. Его фильмография уже насчитывает около 40 фильмов. «Государственная граница», «Последний бронепоезд», «Псевдоним албанец», «Чеклун и румба», «Снайпер», «Тень самурая». Работать приходилось на одной площадке с такими знаменитостями, как Панин, Певцов, Епифанцев, Федорцов, Соколов. Я называю это синдромом молодого специалиста. Что это значит? Ну, излишняя старательность, попытка найти недостатки и нарушения там, где их просто нет. Родное, узнаваемое лицо в популярных российских фильмах и сериалах, как комплимент для всех горожан. Сам Михаил, хотя и серьезно относится к своим ролям в кино, все-таки считает это просто хорошим дополнительным опытом. Главным и любимым делом остается театр. Ну, окончательно это установит экспертиза. Мы ведь проживаем в ролях разной жизни, и разные сюжеты, и разные отрывки жизни, разные истории. Она разнообразна. Плюс эмоции у человека в обыденной жизни не так часто-то выскакивают наружу, а у нас по необходимости. То есть мы эмоциональный ряд очень большой переживаем, различные, плюс опять же те же самые пьесы, разные ситуации в жизни. Плюс зритель, он очень много дает. Ты когда видишь, что зрителю нравится, что они получили удовольствие, ты сам понимаешь, что не за это работаешь. 50 лет – красивый юбилей. Михаил Клименко с этим числом себя не ассоциирует. Говорит, если бы друзья не напоминали, абсолютно не чувствовал бы возраста. Ведь артист просто не имеет права стареть. На сцене он должен быть убедителен и в роли юноши, и в роли старца. Профессия продолжает подпитывать, балует ролями в театре и приглашениями в кино. Наверное, это и есть профессиональное счастье. И все, алиби! Лидия Поттер, Николай Капустин, телеканал Музырь.